МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посадка – самый сложный элемент полёта. А посадка на палубы авианосца многократно сложнее. Нужно не просто найти авианосец в бескрайнем океане. Что такое огромный авианосец в бескрайнем океане? Крохотная щепка, песчинка, стальная точка. Вблизи его палуба похожа на вертолётную. Малая, колеблющаяся площадка. А если обычные для северных морей дожди, туманы, волны? Как отыскать корабль? Как посадить на раскачивающуюся, движущуюся по немыслимой траектории палубу многотонный боевой самолёт? Многие прекрасные пилоты – настоящие асы, умелые, бесстрашные, талантливые, живущие небом – так и не смогли освоить посадку на палубу. Наверное, здесь нужно что-то, пока не обнаруженное лёгкой педагогической наукой, что-то невыразимое словами. Дух лётчика палубника. Это филигранная техника пилотирования. И отклонения в ту или иную сторону могут привести к плачевным и катастрофическим последствиям. Генерал Апакидзе – личность легендарная. Заместитель командующего морской авиацией военно-морского флота России, лётчик-снайпер, герой России Тимур Автандилович Апакидзе стоял у истока взрождения палубной авиации невертикального взлёта и посадки в нашей стране. Многие лётчики корабельного авиаполка по праву считают себя его питомцами и относятся к нему не просто как к наставнику, а как к родному отцу, потому что он подарил им вторую жизнь – жизнь лётчика палубника. Чтобы сделать в воздухе всё, что зависит от человека, к полётам надо готовиться на земле. Не просто тщательно тренироваться до седьмого пота. До реальной посадки на палубу авианосца, пусть даже и на учебном самолёте Су-25 УТГ, пилоту палубной авиации необходимо стать не просто опытным лётчиком, а настоящим асом. Годы, проведённые в обычных полётах с приземлением на твёрдую и неподвижную полосу, месяцы занятий на компьютерных тренажёрах-имитаторах. Что такое полёт на тренажёре, можно понять лишь увидит его своими глазами. Лицо пилота покрывает пот. На время компьютерного полёта лётчик почти забывает о том, что он на земле. В основном на тренажёрах занимаются молодые лётчики, которые попали в полк недавно. Это их ежедневная прямая обязанность. И за счёт того, что очень сильная визуалка создана, то есть свои три экрана, то есть нужно почувствовать, как приближается земля, как что-то более-менее к реальному подходит. Занятие на тренажёре для молодого пилота – первый этап освоения корабельной программы. Конечно, даже если лётчик круглосуточно не будет вылезать из-за монитора, сразу же к реальной посадке на авианосец его никто не допустит. В гости к компьютеру идут не только молодые, но и старики. И ничего зазорного в этом никто не видит. Компьютерные полёты, взлёты и посадки чередуются с интенсивной лётной практикой. Но пока с земного аэродрома и специальных комплексов, которые максимально точно имитируют условия взлёта и посадки на корабли. В нашей стране таких пока не создано. Поэтому перед осуществлением своей мечты, допуска к посадке на авианосец, лётчики отправляются в командировку в тёплые края. Нитка, или не УТК, наземно имитирующий учебный тренажёр корабельной авиации, это уникальный комплекс, полностью имитирующий взлётно-посадочную полосу отечественного авианосца. Посадка на полосу нитки и палубу авианосца это совсем не одно и то же. Если на наземные ВПП лётчик сядет с перелётом, катастрофа не произойдёт. При посадке на авианосец ситуация совсем иная. Такие моменты, о чём, конечно, мы все сожалеем. Между посадкой на палубу на учебно-тренировочном и на боевом самолёте есть огромная разница. На учебном самолёте за спиной лётчика сидит опытный инструктор, который всегда может взять управление на себя. Учебная машина легче и легче управляется. Продробь. Это была не просто тренировка, слёт и посадка. Это настоящая учёба. Каждый полёт надо использовать полностью, как учил Тимур Апакидзе. Начало полётов было назначено на полдень. Но все, и пилоты, и техники, и командиры, собрались на базе рано утром. Где-нибудь под Москвой или Тверью сказали бы, засветло. Но в Североморске было светло, как днём. Полярный день. Для начала полётов 12.00, окончание 18.00, или же, если будет... Продали главного доклада, прогноза синоптиков. Отменять полёты из-за непогоды не хотелось. Люди сделали всё от них зависящее, чтобы полёты прошли на высшем уровне. А вот небесная канцелярия лёгкой жизни не обещала. Вторая пара в это же время надевала гидрокостюмы. Вещь, на первый взгляд, страшно неудобная. Но, как выяснилось, просто необходимая при возникновении нештатных ситуаций при полётах над морем. Сейчас он стал истребительным, а тогда был штурмом. Вот он в 1973 году стал первым командиром этого полка. И первым, после испытателей, садился на палубу. Матковский-младший старается быть достойным имени своего отца. Ученик генерала Апатитзе, он совершил свою первую посадку на палубу авианосца на учебном Су-25 даже без помощи инструктора. Причём сделал это неожиданно для себя легко и изящно. Подготовка лётчиков палубной авиации это всё равно, что обучение художников, композиторов, писателей. Тщательный отбор, великий труд и талант. Талант учителей и учеников. Несмотря на все трудности, будущих палубников нужно отслеживать с момента поступления в училище, отбирать в корабельный полк, обучать, обеспечивать необходимый материальный уровень жизни, дать возможность летать и получать опыт. Чтобы и у этих молодых парней тоже сбылась их мечта стать лётчиком палубной авиации. То есть лучшими из лучших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова